здравствуйте у нас в продаже появился пресс очень интересная штука турецкая фирмы омикрон также как и все к нему прилагающиеся то есть насадки кнопки насадки для установки пуговиц вот все турецкого производителя фирмы омикрон фирма очень достаточно известная и качественная меняя насадку на прессе устанавливая ее вниз и сюда вверх используя вот таким образом мы потом покажем это более детально как устанавливаются кнопочки вы можете устанавливать на вашу одежду как кнопки так люверсы для одежды хальнитены которые используются как декорация и также обтягивать пуговицы для одежды также есть кнопочки рубашечные закрытые и открытые колечки люверсы которые опять таки могут использоваться как для декорации галантереи так и для одежды кнопочки кнопочки тоже разных вариантов и разных размеров эта продукция высокого качества она надежна во всех отношениях вам долго прослужит пресс фурнитура очень качественная она хорошо надежно держится и в то же время при длительном использовании кнопки не теряют ни своих свойств не покрытие не теряет своих слов и не ржавеет что очень немаловажно сейчас мы вам покажем установочку кнопок в процессе кнопочку возьмем альфа 12 с половиной миллиметров берем насадочки кнопочка состоит из четырех частей значит вот эти две штучки это верхняя позиция кнопочки они ставятся одна в одну вот эти две кнопки две части так одна и вторая вот эти две части это нижняя позиция кнопочки берем насадочки вот эта плоская штучка вот эта плоская штучка в нее устанавливается шляпка она для шляпки широкая штучка и ставится вниз в широкое отверстие верхняя часть верхняя часть будет вот с такой дырочкой ей соответствует вот эта насадочка верхняя насадочка закручивается сюда берется ткань делается отверстие небольшое совсем потому что кнопочка у нас небольшая ставится лицевая часть дырочку продеваете ножку вот она у вас вышла наружу одеваем на нее вторую часть ставим под пресс и зажимаем верхняя часть кнопочки у нас установлена затем устанавливаем вторую часть точно так же делаем маленькую дырочку вставляем туда вот эту штучку дырочку лучше делать маленькую пускай вот так вот протолкнуть аккуратненько но чтобы она у вас не разлезлась потом из-под кнопки на нее одеваем верхнюю штучку меняем насадочки берем нашу нижнюю часть кнопочки вот эту дырочку в нижней части кнопочки одеваем вот на этот штырик и она у вас становится автоматически ровно по центру и точно так же зажимаем прессом нижняя часть кнопочки установлена и вот пожалуйста ваша кнопочка в рабочем положении раз раз сейчас я вам покажу установочку люверсу берем две части люверсу нашего то есть верхняя часть вот это вот и нижняя часть колечко ставите колечко если большой если маленький люверс можно просто точно также сделать дырочку если люверс большой обрисовываете внутреннюю часть колечко аккуратненько приблизительно по диаметру вырезаете это все вставляете в дырочку верхнюю часть ставится нижнее колечко выпухлой частью наверх одевается затем точно также устанавливается насадка нижней части укладывается вниз колечко идет наверх и зажимаем это все пожалуйста люверс установлен для начинающих есть одна рекомендация если вы устанавливаете кнопочки хальнитены люверсы чтобы там не было на трикотажные ткани то есть это футер-футер двух нитка площадь на которой вы будете устанавливать фурнитуру проклеить дублерином потому что трикотаж и растягивается и может выскользнуть у вас в процессе носки может трикотажная ткань пойти и вылезть из-под фурнитуры делаем установочку хальнитенов они есть у нас односторонние и двухсторонние мы с вами установим двухсторонние односторонние двухсторонних отличается тем что односторонних хальнитен имеет шляпку с одной стороны со второй стороны у него идет ножка с дырочкой двусторонних хальнитен имеет шляпку с двух сторон одна часть будет вот с такой удлиненной ножкой вторая часть будет с отверстием, которое будет в него входить. Точно так же устанавливаем насадочки. Они обе имеют выемки для шляпок. Делаем совсем малюсенькое отверстие, потому что холинитен у нас совсем маленький. Вставляем ножку. Одеваем на эту ножку вторую часть. Немножечко прижимаем для того, чтобы она закрепилась друг с дружкой. И точно так же часть, которая с ножкой, ставим на низ. Верхнюю часть прижимаем. Вот такая декоративная штучка с двух сторон. Ей можно закрепить как ручку сумочки, так проклепать ремни и точно так же декорировать ей одежду. Сейчас мы с вами еще рассмотрим установочку кнопочек рубашечных. Они могут устанавливаться как на трикотажные изделия, так же и на обычные хбшные. Берем наши насадочки специальные для этих кнопочек. Они состоят из двух частей. Устанавливаем их в пресс. Сейчас мы возьмем для начала колечко. Как и любая кнопочка, она состоит из четырех частей. Колечки идут с двух сторон. Одна часть будет кнопочка, вторая часть то, во что она будет застегиваться. Нижняя часть кнопки. Берем верхнюю часть кнопочки. У нее есть, здесь прорезать ничего не надо, у нее есть специальные вот такие маленькие усики. Вставляем их так, чтобы усики прошли сквозь ткань. Вторую часть одеваем на эти усики. В каждой кнопочке есть специальный пазик. Надо внимательно посмотреть, чтобы у вас усики при нажиме ушли в этот пазик. И приблизительно одеваем их. Кнопочку ставим там, где колечко, одеваем на нижнюю часть. Берем вторую кнопочку. Смотрим, чтобы пазики пошли вниз. Верхнюю часть вставляем в насадочку. Кнопочка должна быть обязательно вставлена ровно. Сейчас я вам это покажу. Вставляете, чтобы она в насадочку ровненько легла. Вот таким вот образом. Плечко одеваем сюда. И зажимаем прессом. Вот наша кнопочка установлена. Застегиваем. И с двух сторон у нас получаются вот такие колечки. С похожей системой действия рубашечная кнопочка есть еще у нас закрытая. Схема установки практически такая. Только здесь, там, где колечко, одна часть идет закрытая, как кнопочка, с такими же усиками. Вот. А вторая часть, обычное колечко, нижнее, вот такая. То есть нижнее колечко ставит пазику, верхняя закрытая часть ставится к кнопочке. Я хочу просто подсказать вам еще одну интересную идею. Она осуществляется на большой кнопке альфа. На большой кнопке альфа. Берете верхнюю часть кнопочки на ткань. Обрисовываете ее где-то миллиметра 3-4 за диаметр. Потом крепкой нитью армированной берете, делаете маленькие-маленькие стежочки. И стягиваете ее на самой кнопочке. Потом точно так же ставите вот эту вот насадочку. То есть, вот, и ставите под пресс. И у вас получится на изделии кнопочка, обтянутая тканью. Субтитры создавал DimaTorzok